СОХРАНИТЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ КИНОТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕТИ Там принят соответствующий закон, который легализовал показ иностранных фильмов. Россия может покупать копии в Белоруссии, а правительство принять постановление о прокатном удостоверении, установить порядок, при котором такие фильмы будут считаться легальными. Кроме того, Алексей Синицын считает, что необходимо отменить административную ответственность для кинопрокатчиков за показ иностранного фильма без лицензии. Насколько оправданы такие действия и как кинопрокатчики реагируют на предложения законодателей, об этом мы узнаем прямо сейчас. Сенатор Алексей Синицын в нашей студии. Алексей Владимирович, приветствуем вас. Здравствуйте. Для начала давайте поговорим о ситуации в целом. Мы все помним, как после введения санкций кинопрокатчики, кинотеатры говорили о том, что им необходимо предоставить льготы, субсидии, что им грозит закрытие. Но прошел год, как мы видим, в общем никакого краха не произошло. Может быть и сейчас ситуация сильно преувеличена или нет? Ну вот смотрите, для того, чтобы понять, как ситуация выглядит, надо побеседовать с людьми, для которых это их бизнес. И они говорят, что они из последних сил пытаются этот бизнес удержать, потому что предварительно в него было вложено достаточно большое количество денег, ведь кинотеатр не создается на пустом месте. Как правило, это помещения либо старых кинотеатров, которые существовали, которые необходимо радикально модернизировать, туда поставить новую аппаратуру для того, чтобы люди шли на просмотр фильмов в эти кинотеатры, либо это помещения в торговых центрах. Но тем не менее, эти помещения также нужно оборудовать достаточно дорогостоящей аппаратурой. И так в одночасье, конечно, владельцы кинотеатров не готовы закрыться. Но тем не менее, они бьют тревогу и говорят, что вот-вот, буквально вот-вот, они уже готовы будут закрыться, потому что им не хватает кассовых сборов для того, чтобы поддерживать свой бизнес на плаву. С чем это связано? Ну, во-первых, эта отрасль была пострадавшей в период пандемии. Мы понимаем, что главные ограничения, которые касались мест массового пребывания людей, очень, вернее, прямо распространялись на кинотеатры, и они достаточно долгое время находились под ограничениями. И выживали вот буквально кое-как. Но теперь другая ситуация. Основные голливудские студии с нашего рынка ушли, отечественные фильмы и были, и есть прекрасные фильмы, на которые мы с удовольствием ходили всей семьей. Я лично с маленькими детьми с удовольствием ходил на мультики про богатырей и многое-многое другое с удовольствием смотрел наши фильмы в кинотеатрах. Но пока наша киноиндустрия не способна обеспечить такое количество и такую ритмичность выхода релизов, как это делают весь мир. Ведь мы надо полагать, ну и надо понимать, вернее, что мы ходили в кинотеатры и смотрели там общемировую индустрию кинотеатров, кинопоказов. Не только вот там Голливуд, а все лучшие премьеры. Я тут не могу не сослаться на президента, который сказал, это они могут жить без нашего Чайковского, а мы не будем жить без произведений мировой классики. Ну вот вышел фильм «Аватар». Безусловно, это событие мирового кинопроката. Его будет смотреть не только США, его будет весь мир смотреть. Почему наши люди должны быть хуже, чем зрители в других странах? Почему они не должны увидеть этот фильм? Из-за того, что политики в западных странах приняли решение оказывать давление на наших зрителей таким вот образом. Я уверен, что это не студии приняли решение. Они, компании, получали здесь кассу, приняли решение политические власти этих стран ограничить наших зрителей в просмотре иностранного кино. У нас есть механизмы для того, чтобы этот запрет преодолеть. Осенью как раз вы говорили о том, что действительно нам нечего показывать, по сути, а новогодние праздники ситуацию как-то изменили? Конечно, новогодние праздники позволили какое-то время поддержать на плаву индустрию кинопоказа, кинозалов. Но, тем не менее, новогодние праздники закончились, Чебурашку невозможно показывать весь год. Великолепный фильм. Огромное количество жителей нашей страны сходило на него. Но люди привыкли к тому, что фильмы ритмически меняются. Тут проходит две недели, выходит новый релиз. Ну, и этого хотят наши зрители. Хотят смотреть фильмы чаще, чем один фильм раз в полгода. Я думаю, что нужно дать им такую возможность. Ну, а самое главное, для того, чтобы потом наши зрители смогли прийти и посмотреть Чебурашку, для этого должна быть сеть кинотеатров. Если они начнут закрываться, куда они пойдут их смотреть? Оппозицию мы услышали буквально вчера. Банки не дают кредиты на поддержание деятельности, потому что это пострадавшая отрасль. Банки не кредитуют. Фактически возможность, а постоянные потежи ежемесячно есть. Кинозалы, как правило, в аренде. Нужно платить арендную плату за нахождение там. Нужно платить заработную плату персоналу. Нужно покупать произведения и нужно делать отчисления. Расходы есть постоянные. Откуда их черпать? Только из того, что люди будут ходить в кино. Ну, вот одно из решений, которое предложено, это разрешить показ иностранных фильмов без лицензии. Об этом говорят эксперты. Что думают законодатели, ваши коллеги и что сами кинопрокатчики, владельцы кинотеатров говорят? Ну, владельцы кинотеатров категорически поддерживают, хотя не все. Есть владельцы кинотеатров, которые не проживают в Российской Федерации. Они, конечно, не поддерживают такую ситуацию. Но те, кто находятся здесь у нас на родине, они двумя руками за и поддерживают возможность показывать фильмы для наших зрителей в кинотеатрах. Потому что не конкурируют наши фильмы с иностранными в показе. Они вместе идут, порождая культуру хождения в кино. И больше всего сейчас люди, которые владеют кинотеатрами, обеспечивают возможность посещения кинотеатров, смотрения фильмов, переживают за то, что эта культура просто начнет уходить в связи с тем, что не будет массового показа фильмов. Поэтому они поддерживают. Министерство культуры не поддерживает. И у них в качестве аргументации позиция, что достаточно большое количество российских фильмов выходит. И нужно сосредоточиться на них, а показывать иностранные фильмы небезопасно для идеологии нашей страны. Но на самом деле мы понимаем, что иностранные фильмы, которые выходят, их тот зритель, который хочет посмотреть, он их все равно посмотрит. В кинотеатре или в пиратском торренте он их посмотрит. В эпоху открытого интернета уберечь от этого, от мировых премьер наших зрителей невозможно. Это аргумент очень слабый. Что мы будем в кинотеатрах показывать только Чебурашку, а Аватар никто никогда нигде не увидит. Это не серьезно просто такие аргументы приводить. Но надо понимать, что если люди будут смотреть пиратский контент, соответственно, государство получит меньше денег в связи с этим, а люди все равно смотреть это будут. Ну, возвращаясь к так называемому серому кинопрокату, есть ли уже какие-то конкретные предложения, как может быть организован этот процесс? Ну, честно говоря, вариантов сразу несколько. Но первый вариант самый простой – отменить ответственность за показ нелицензионных фильмов, и сами кинотеатры будут как-то решать этот вопрос. Ну, такая себе история. Лучший, конечно, вариант, который наши белорусские коллеги внедрили в Министерство культуры, тут говорят, у белорусских коллег нет собственных фильмов, поэтому у них выхода другого нет. Ну, это тоже странный аргумент. У белорусских коллег есть прекрасный выход, они могут показывать фильмы русскоязычные, они все о Беларуси говорят на русском языке, но тем не менее они понимают, что этого сейчас недостаточно. Никто же не против, чтобы траслировались русскоязычные фильмы в наших кинотеатрах. Еще раз повторюсь, наши фильмы не конкурируют с иностранными. Все вместе они создают индустрию кинопоказа, то, на что люди ходят в кино. Вместе. Нет конкуренции между фильмами. И раньше не было. Мы ходили в кино и на иностранные фильмы, и когда выходили хорошие наши фильмы, ходили с удовольствием. И не выбирали между ними. Мы смотрели и то, и другое. Ну, я так понимаю, дискуссия у вас была очень оживленной, и мнения разные звучали. Все-таки к чему-то единому удалось прийти? Мы надеемся, что наша позиция будет услышана профильными министерствами. И в большей степени рассчитываем в этой ситуации не на Минкульт. У них позиция жесткая. Мы рассчитываем на то, что будут другие мнения в правительстве. Конкретно Минэк вчера сказал, что они готовы эту историю обсуждать и слышат позицию кинотеатров. Мы понимаем же, что если кинотеатры будут закрываться, то мы получим волну недовольства людей, которые вдруг неожиданно почувствуют себя жителями Северной Кореи, отрезанными от мирового кинопоказа, мы получим недовольство людей, что у них закрываются кинотеатры, и они там не могут и наши фильмы в том числе посмотреть, того же Чебурашку. А им придется ехать куда-то далеко, не в кинотеатры возле дома, а куда-то далеко, на другой конец города, или вообще в другой город, чтобы посмотреть фильмы. Мы очень надеемся, что все эти аргументы будут услышаны, и даже мы очень надеемся, что и Министерство культуры изменит позицию по этому поводу. Много хороших проектов реализуется. Пушкинская карта реализуется. Но этого недостаточно, чтобы подержать кинозальные сети на плаву. Когда они начнут банкротиться, хуже будет всем. Спасибо, Алексей Владимирович. На наши вопросы в прямом эфире отвечал сенатор Алексей Синицын.